всем привет в этом уроке мы будем учиться делать кожный браслет с плетением из шнура вот такой браслет получится в итоге нашего урока довольно простой браслет в исполнении не требует какого-то специального уровня и более того он интересен тем что он не требует сложных инструментов для своего изготовления вы можете видеть что для того чтобы сделать такой браслет вам понадобятся довольно простые инструменты которые есть в любом доме я полагаю это кусочек мела линейка гвоздь нож канцелярский с новыми лезвиями обязательно плоскогубцы и ножницы также нам понадобится кожа из которой мы будем делать наш браслет и шнур желательно чтобы шнур был из искусственного материала и чтобы его можно было оплавлять с помощью огня зажигалкой или спичками потому как это свойство нам очень пригодится итак поехали я выбрал размер браслета 20 сантиметров обвел контур мел и пользуясь ножницами и ножом вырезал вот такой кусочек кожи для лучшего внешнего вида края браслета я закруглил и чтобы выровнять воспользовался наждачной бумагой потому как если вы не пользуетесь специальными инструментами которые позволяют сразу все сделать ровно конечно может получиться где-то что-то чуть чуть криво ничего страшного в этом нет обычная наждачная бумага исправляет легко любую кривизну и так у нас получилось ровно хорошая заготовка с которой мы будем дальше работать нам необходимо разметить отверстия через который будет проходить наш шнур две параллельные линии нанесенный мелом помогут нам сделать это ровно дальше ориентируясь по этим белым полоскам используя тут все тот же гвоздь я разметил будущие отверстия ключевым моментом здесь является то чтобы отверстия были параллельны они должны быть строго друг напротив друга возьмите что-то на что можно ориентироваться хоть не знаю коробок спичек все что угодно можно использовать но отверстия да и даже разметка должна быть параллельно между собой значит расстояние между отверстиями у меня один сантиметр вы можете сделать меньше принципе вязь тогда будет плотнее смотреться будет тоже хорошо также необходимо сделать с каждого края браслета вот такие отверстия посередине я промаркировал их мелом чтобы лучше было видно с обеих сторон браслета обязательно сделайте такие метки здесь тоже будут отверстия после того как браслет размечен берете плоскогубцами гвоздь раскаляйте его до красна и делать отверстие по тем меткам которые вы сделали желательно под браслет положить что-то что не жалко это может быть кусок фанеры или какая-то ненужная деревяшка на которой останутся следы когда отверстия в заготовке сделаны можно приготовиться к шнуровке я использую отвертку для того чтобы расширить отверстие перед тем как продевать шнур открою вам небольшую хитрость ходовой конец шнура можно оплавить и сделать твердым это очень сильно облегчит продевание шнура через браслет через отверстие непосредственно перед тем как продевать ходовой конец через отверстие я расширяю его отверткой именно не протыкаю а просто расширяю кожа имеет такое свойство стягиваться то есть перед тем как продеть ходовой конец отверстие расширяется через какое-то время кожа стянется и отверстие станет опять небольшим. Поехали. Берем ходовой конец и продеваем его в отверстие номер один с лицевой стороны на изнаночную. Затем протаскиваем естественно весь шнур и вытаскиваем его через второе отверстие наружу. Затем продеваем в третье отверстие на изнаночную сторону. Едем дальше. После того как шнур продет через третье отверстие, нам нужно вывести его через четвертое на лицевую сторону. Потом мы ведем его к отверстию номер пять и продеваем опять на изнаночную сторону. Выводим через шестое отверстие. Тут все в принципе понятно, просто следуйте за цифрами. Видите на рисунке какой узор получается, у вас должно получиться то же самое. Очень важно следить за тем, чтобы шнур не перекручивался. Он должен быть ровным, плетение должно быть достаточно тугим и ровным, потому как потом исправить подобные ошибки будет сложно. Продели шнур в отверстие номер семь, вывели его с изнаночной стороны на лицевую через восьмое отверстие. Дальше начинаются хитрости. Смотрим на эту картину внимательно. Из восьмого отверстия мы продеваем шнур под шнуром, идущим к отверстию номер пять. Заводим за корневой конец и поддеваем под шестеркой. У нас получается вот такая вот петля и ходовой конец уходит в сторону отверстия номер девять. Отлично. Попали в девятку. С этого момента мы начинаем делать наш основной элемент, основной узор. Вывели мы ходовой конец на лицевую сторону из отверстия номер десять и провели под перекрестием восемь девять. После того как ходовой конец прошел под перекрестием восемь девять, мы его вытягиваем и получаем вот такую петлю. Обратите внимание, что ходовой конец прошел под перекрестием восемь девять. Дальше мы повторяем этот ход до тех пор, пока весь браслет не будет проплетен. Итак, мы подошли к завершению нашего плетения. Теперь нам нужно его закончить и сделать застежку. Для этого мы опять делаем заход ходового конца под перекрестие последнее. Видите, вот мы сделали два отверстия для того, чтобы сделать застежку. Уводим в центральное отверстие ходовой конец. Затягиваем. Все получается такое аккуратное завершение. Выводим его на лицевую сторону. Смотрим, что с изнаночной стороны у нас все стежки ровные. Ничто не перекручено, не перетянуто. Все лежит ровно. Обращаем внимание на корневой конец, с которым мы начинали. Вот он с правой стороны. Вы видите, я освободил первое отверстие. То есть я вытащил из него корневой конец и завязал узел на изнаночной стороне. После того, как узел на изнаночной стороне завязан, мы отрезаем лишнюю часть и прижигаем этот узел. Делаем так, чтобы он не развязывался. Итак, едем дальше. Ходовой конец. Мы продеваем под освободившуюся петлю и заводим его на изнаночную сторону. Получается примерно вот так вот. Дальше все просто. По нужной длине завязываем узел нашей застежки и отрезаем лишний. Наш браслет готов. Для этого плетения я использовал шнур длиной 2,7 метра. Если вы будете делать отверстие меньшим расстоянием, возможно, вам понадобится большая длина шнура. Спасибо, что смотрели этот видеоролик. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки.